для полноценной работы акварель необходимо хотя бы одна большая кисть она нужна чтобы заливать делать большие заливки чтобы смачивать лист лучше всего для этого конечно подходит белка но именно белка сейчас довольно дорога по цене особенно для вот этих больших номеров особенно страдают от этого наверное те кто только решают стоит ли им заниматься обучение акварели не стоит и первые траты уходят на материалы на бумагу кисти краски вот и поэтому конечно выбор доступных материалов становится очень актуальным я хочу сейчас показать и сравнить кисти 10 номера то есть это такой вот рубеж между большими очень большие да и маленькими кистями начиная от 10 номера уже возможны какие-то крупные заливки большие отмывки эти кисти требуется и при учебе в художественных школах в студиях и современные курсы акварельные они также всегда в перечне инструментов необходимых упоминают хотя бы одну большую кисть настоящая белка вот у меня это кировская художник россии кировский художник живописная кисть это белка с заостренной вершинкой 10 номер номера не у всех кистей не у всех производителей говорят о соответствии диаметра в миллиметрах и номеру кисти но в данном случае десятый номер он как раз вот это 10 миллиметров диаметра пучка вон оси но натуральная белка обладает исключительными качествами потому что набирая много воды она ее очень равномерно отдает вот обратите внимание то что вот эта дорожка от начала до конца будет прокрашена ровно и интенсивность окраски она будет очень незначительными меняться от начала до конца кисть посеидон фирмы pinux это смешанная белка синтетическим волокном она обладает качествами белки по набору и расставанию набору краски расставанию с ней таким же как у белки но за счет упругости синтетических волос пучок обладает большей упругостью то есть практически идентичный вариант получается краска хорошо расходуется форма сохраняется хорошо также работа кончиком она здесь тоже вот на высоком уровне то есть тонкие штрихи также как у натуральной белки за счет того что пучок слипается потому что каждый волос смачивается хорошо но в отличие от натуральной белки которые почти всегда образуют острую вершинку у синтетических волос происходит из очередования синтетики и натурального волоса вершинка немножко будет двоиться строиться она такая вот будет немножко растрепанная и чем больше синтетики в кисти тем более сложно собрать качественную вершинку следом идет имитация белки это синтетика особым образом сделанный волос во первых он тонкий но для того чтобы синтетика хорошо смачивалась производители придумали хитрый способ они делают неровную саму форму волоса и волос имеет такое волнообразное строение за счет этого на его поверхности набирается больше воды если вы берете простой нейлон кисть из традиционного нейлона переворачиваете то с нее обязательно капает краска потому что сила тяжести она сильнее чем та сила с которой вот влага пытается смачивать эту поверхность то есть смачиваемость поверхности каждого отдельного волокна она у натурального волоса пока синтетика недостижима вот здесь мы видим что немножко другой набор кисти и вершинка на округлое вот при распушение она дает плавный радиус в отличие от острых кистей у которых этот радиус он меньше эта кисть изготавливается также в кирове живописные кисти фирма фирма художник набирает она достаточно много воды теряет она ее быстрее вот уже под конец появляются непрокрасы еще у синтетики яркой особенностью является то что в начале краски отдается больше к концу и остается меньше у натуральных волос это более равномерно дальше значит покажу кисточку фирмы пинокс креатив это имитации белки корейский синтетический волос вершинка собирается ну не всегда хорошо то есть здесь мы видим торчащий волосик на кончике его можно подстричь можно выдернуть вот в целом пучок собирается очень плотно вершинка заостренная то есть она похожа по конфигурации на беличу на серию посеидон вот но более острый кончик видим что к концу уже краски остается меньше вначале и больше вот расход в начале выливается много краски потом почти полусухая сухая кисть идет в протирку по бумаге фирма калибри вот такой вот интересный набор она когда подсохшем состоянии у нее виден такой вот геометрический перепад по высотам волос то есть пучки волосы вот здесь они покороче и постепенно сужаются когда она намокает но в целом она держит хорошую геометрию это вполне качественная кисть это тоже имитация белки и немецкий производитель калибри расходуется еще быстрее краска то есть не прокрашивание начались уже вот здесь мы видим что у всей синтетики у нее прокрашиваемость хуже соответственно за счет того что волос более упругий он меньше будет прогибаться по рельефу бумаги и прокрашивать бумагу в углублениях белка и колонок в этих случаях они почти недостижимы ну наконец это не 10 номер это кисть у нее почти там 16 миллиметров это кисть фирмы royal langnickel серия zen то есть zen это тоже имитация белки тоже синтетика она хорошего качества при таком большом диаметре она обладает исключительными качествами очень хорошо прокрашивает и видно что волос имеет вот такую волнистую структуру вот при подсыхании конечно она будет хуже прокрашивать рельефа бумаги неровности вот но тем не менее эта кисть у меня в течение года уже служит я даже может быть больше эксплуатировалась она очень жестко и по-прежнему сохраняет свое качество как у всей синтетики у нее немножко загибается со временем кончик потому что в пенале она во влажном состоянии часто упирается в ткань пенала пенала чтобы поправить вот это неудобство загнутый крючок на конце достаточно во влажном состоянии сплющить кисть и проглотить ее между двумя бумажками так чтобы вот это вот гребенка загнутые грабли вот этих волосиков видно да вот они выпрямляются потом можно пользоваться таким образом что можно сказать если сравнивать по ценовому диапазону то получается что натуральная белка у нас стоит в районе полутора тысяч десятый номер это я ориентируюсь на цены красного карандаша сейчас посейдон это микс белки и синтетики это в районе 1200 дальше кировская вот это она стоит больше 600 рублей кировская синтетика к калибре я сейчас не знаю покупал ее уже пару лет назад за это время цены все подскочили то есть тоже это в районе тысячи при этом синтетика креатив пинокса стоит 336 рублей зен тоже замечательный комплект они продаются в комплекте по 5 кистей обычно это несколько нужных важных кистей и в дополнение то есть вот у меня есть из этой же серии вот такая вот здоровая тоже имитирующая белку синтетика очень хорошая очень надежная трудолюбивая кисточка вот также есть вот такие плоские кисти то есть это нормальные хорошие кисти с очень качественным изготовлением они не лезут они хорошо себя ведут в целом комплект из пяти кистей на ebay получается с доставкой у нас в россию в районе тысячи рублей то есть это одна большая и четыре кистей четыре кисти поменьше диаметра вот такие например вот поэтому можно что сказать что белка она вне конкуренции пока синтетика до нее к ней приближается но пока ее еще не победила при этом белка она быстрее стирается стесывается особенно это важно для тех кто учится в художественных школах вузах и студиях потому что при тех форматах на которых работают ученики это форматы большие а два и больше то кисти стираются очень быстро по бумаге в этом случае синтетика достаточно будет хороша если вы не хотите от кисточки чтобы у вас еще и был идеальный кончик здесь мы видим что вот некоторые волосики высовываются и если вам не очень важно чтобы кисть за одно движение прокрашивала весь рельеф то можете очень сильно сэкономить если возьмете имитацию белки у меня эти кисти эксплуатируются очень жестко ведут они себя вполне хорошо то есть вот это в течение года даже больше это пару лет у меня служит белка у меня год вот вот это новенькая кисточка пока еще не сильно истертая то есть pinux удалось сократить цену за счет алюминиевой обоймы тоже надо обращать внимание потому что нержавеющая обойма она конечно сразу увеличивает цену здесь экономичный вариант решения кисти при этом вполне достаточные качества для художника вот то есть если есть задача сэкономить или если вы еще не решили будете ли вы дальше продолжать заниматься рисованием то для того чтобы попробовать экономично все это обеспечить себе процесс учебный то вот такие кисточки я считаю пока они народом почему-то не заслуженно не распробованы вот рекомендую сейчас они есть в красном карандаше на этюд сайте цены везде практически одинаковые это 336 рублей то есть за десятый номер это по-моему прекрасная цена лучше наверное ничего не найдете очень рекомендую так вот это тоже рекомендую это хорошие кисти и дешевые вот на этом спасибо